14 октября Тверь стала местом встречи для председателей парламентов в 18 регионах Центрального федерального округа. Главными вопросами в повестке дня стали меры поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции, мобилизованных граждан и членов их семей, многодетных родителей. Наталья Чайкет продолжит тему. Заседание Совета законодателей ЦФО открыл полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Ключевым вопросом повестки дня стала тема поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семей. Как отметил Игорь Щеголев, на федеральном уровне принят ряд законов и сданы указы президента. В большинстве регионов эти меры уже работают. Трудовые права и социальные меры поддержки, и семейная поддержка, и самый разный опыт, который регионами наработан, с тем, чтобы все друг друга услышали, заимствовали самое лучшее и, самое главное, добивались последовательного применения всех этих мер и региональных, и федеральных. Совет законодателей ЦФО – это коллегиальный орган Совета при полномочном представителе президента в ЦФО. Его основная задача – подготовка предложений по вопросам законопроектной деятельности органов государственной власти субъектов страны. Речь идет о том, что вот эта совместная позиция состоит в том, что регионы должны, обязаны, и президент требует этого от нас, двигаться по пути расширения, поддержки не только самих участников специальной военной операции, но также членов их семей. И те социальные возможности, которые есть у регионов, они должны реализовываться на их примере. Это совместная позиция всех законодателей. Другим не менее важным вопросом обсуждения парламентариев стала демография. Меры поддержки семей с детьми, в том числе и многодетных. О ключевых направлениях помощи российским семьям на заседании рассказала заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Почти четверть многодетных семей проживает в регионах ЦФО. Безусловно, это говорит об актуальности поддержки не просто многодетных семей, а я бы уточнила это понятие – поддержки многодетности. Когда мы говорим о поддержке многодетности, сразу мы говорим о поддержке молодых семей. Отсюда совершенствование жилищных программ, обеспечивать молодых людей жильем тогда, когда это необходимо. Говоря о развитии системы поддержки семей с детьми, губернатор отметил, что в Тверской области действует порядка 50 федеральных и региональных мер. Благодаря в том числе и этому с 2016 года количество многодетных семей Верхней Волжи увеличилось более чем на 40% до 14 341 семьи. Очень важно, что сегодня прошел обмен мнениями. Очень много и полезного для себя мы услышали в части демографии. Также наши законодатели с субъектов рассказали о том, как они решают вопросы поддержки многодетных семей. Самый главный итог, который я хотел бы подчеркнуть – это унификация и гармонизация мер поддержки семей на территории ЦФО, пользуясь лучшими практиками наших субъектов Центрального округа. На заседании также рассмотрели вопрос совершенствования законодательного регулирования, поисковой работы и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. Московская городская дума совместно с коллегами из других регионов Совету законодателей Центрального федерального округа предлагает рассмотреть несколько инноваций федерального законодательства, которые помогут потомкам этих героев в случае их желания и возможности захоронения останков героев в родовой могиле, необходимы изменения в федеральном законодательстве. Участники заседания выразили уверенность, что только совместная и системная работа позволит повысить качество жизни в регионах и достигнуть национальных целей развития в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении и благоустройстве.